Восток Украины обсуждает сегодня на Совете Безопасности ООН. Только что наш постпред Виталий Чуркин подтвердил, что в зону безопасности в Донбассе украинские военные стягивают технику, которая давно должна быть в глубоком тылу. Репортаж Ивана Прозорова. Линии соприкосновения 300 метров до блокпоста украинских силовиков. В последние дни они активизировались, рассказывают ополченцы. Обстрелы начались по всей линии фронта. Из крупных минометов, из танчиков никуда они не отошли. В ДНР уверяют, украинские войска стягивают технику. За доказательствами отправились разведчики с беспилотником. Это монитор, который отслеживает наш коптер в полете. Это антенна для слежения. Подсоединяем и наблюдаем картиночку. Беспилотник с видеокамерой вылетает в Марьинку. Районный центр с юго-запада примыкает к Донецку. Ком контролируется украинской стороной. По минским договоренностям здесь не должно быть тяжелой техники. Но на видео попадают установки, которые даже не замаскированы. Элеватор. Это установки САУ. Самоходная артиллерийская установка. 152 мм. По минским договоренностям они должны были быть отведены на 30 км. На данный момент они стоят в 5 км от Донецка. Дрон с камерой полчаса кружит над Барьинкой. И фиксирует все больше нарушений. Техника на территории предприятий, на улицах, в лесополосе. Недалеко от блокпоста, от украинской таможни, мы наблюдаем 3 единицы САУ. Которые по минским договоренностям должны быть отведенены. Отвести от линии соприкосновения по минским договоренностям стороны должны были артиллерию, реактивные системы залпового огня, танки, минометы. Ополченцы при этом не раз демонстрировали отвод вооружений и призывали к тому же украинскую сторону. Обнаружили технику, ну по всему, считай, линии, где у нас идет линия соприкосновения. Минские договоренности, похоже, соблюдаются только войсками ДНР. Стягивание техники, участившиеся в последние дни обстрела. Об этом говорят даже мирные жители. По их словам, режим тишины такой, что заснуть невозможно. Ну какое перемирие, ребята, о чем вы говорите. Считай, что каждый день стреляли, стреляли, начинался матч ПСЖ «Шахтер». Это, стреляли, потом первый тайм, правда, не стреляли. Начался перерыв и начали опять стрелять. В руководстве ДНР происходящее называют пассивным наступлением. По сообщениям Донецкого Минобороны, Киев занял 7 населенных пунктов в так называемой серой буферной зоне. Украинских военных стало в разы больше, подтвердил житель Жованки Егор. На моей улице сейчас тоже поселились они там в домах, где люди выехали. Украинская армия обстреливает каждый день, каждую ночь. Причем украинская сторона усиление позиций демонстративно не скрывает. Даже от наблюдателей миссии ОБСЕ, посетивших Павлополь, который раньше был в буферной зоне. Мы увидели в поселке увеличение количества представителей вооруженных сил Украины. И они обеспечили нам доступ во все зоны, в которые мы хотели попасть. В офис миссии ОБСЕ Минобороны ДНР направила письмо с предупреждением. Провокации украинских силовиков могут разжечь едва затихший конфликт. Чем закончились летние обстрелы, своими глазами увидели наблюдатели в Горловке. Из-за боевых действий было закрыто 85 школ, детских садов. Восстановить удалось пока только 29. Я понимаю, что случилось с вашей школой в конце августа. И я впечатлен, как быстро город смог восстановить вашу школу. Я прошу вас обращаться ко мне и моим коллегам по любым вопросам. Мои коллеги будут рады помочь. Кроме желания помочь, наблюдатели ОБСЕ пока не предприняли конкретных мер к снижению напряженности. Разве что заявили, что в самых горячих точках на линии соприкосновения намерены установить веб-камеры. Иван Прозоров, Рушан Умяров, Анна Заякина, Первый канал.